В Дальневосточном федеральном университете прошло заседание ученого совета, на котором в качестве спикера выступил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Михаил Щелканов. В ходе выступления эксперт развенчал главные мифы о вирусе COVID-19. Так новый коронавирус не может иметь искусственную природу происхождения и не мог быть результатом утечки из вирусологического института в Ухане. В городе Ухань, это один из крупнейших городов в центральной части Китая, есть один из лучших, ну, наверное, в десятку лучших в мире институтов вирусологических входит. Вообще, надо сказать, что из вирусологических лабораторий такого уровня, но у нас институтами такого уровня является, скажем, Новосибирский вектор или там Загорск, Министерство обороны, не может произойти утечки, особенно сейчас. Потому что все настолько утыкано камерами, контроль проводится даже международный, ну, как это делается, например, на ядерных объектах, да, что утечки быть не может. В своем выступлении он также отметил, что иммунитет к новому типу коронавируса не будет очень стойким и пожизненным. Собственно, как, например, иммунитет против гриппа. Это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ. Но информацию о том, что люди переболели в этом году и тут же заразились заново, может быть результатом неправильной диагностики. Кроме того, эти случаи единичны. Нет никаких данных о том, научных, подчеркиваю, научных данных о том, что вирулентность этого вируса какая-то рекордная. Более того, ни летальность, ни вирулентность, ни контагиозность не являются рекордными. Два факта действительно важные. Во-первых, эта инфекция, в отличие от того же гриппа, не контролируется вакциной пока еще, да, но может и не придется. А второе, что в силу того, что быстро осложняется инфекция, большая нагрузка будет на палаты интенсивной терапии. Что касается вакцины, то в развитых странах, в том числе России, она может появиться через полгода. Добавив, что для развития коронавируса важна низкая температура. Поэтому конвит-19 летом будет циркулировать с меньшей эффективностью. И заболевание с большей долей вероятности примет сезонный характер, как уже упомянутый грипп. Шелканов также добавил, что информация о том, что люди заразились на рыбном рынке Уханя, поев суши – фейк. Например, откуда взялся фейк, что есть коронавирусы рыб, и на рыбном рынке Уханя люди заразились, потому что ели суши. Вот через суши невозможно коронавирусом заразиться, хоть там и сырая рыба используется. Сразу после этого заседание в ДВФУ состоялось еще одно, но уже закрытое. Главным итогом ученого совета стал перевод студентов всех программ университета на электронное обучение с 23 марта. С 18 марта был закрыт доступ во многие корпуса ДВФУ. Сейчас в университете каникулы. Возобновить аудиторные занятия в Дальневосточном федеральном университете предварительно планируется 13 апреля. Упреждающие меры были обоснованы. Учитывая масштабы федерального университета, большое число обучающихся в нем иностранных граждан, активную академическую мобильность. За весь период в ДВФУ не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На дистанционный формат обучения переходят и студенты в ГУЭС. Университет уже имеет большой опыт дистанционного взаимодействия обучающихся и преподавателей при реализации образовательных программ как для студентов очной формы обучения, так и для заочных форм. Последние два месяца в режиме полного дистанционного взаимодействия обучаются наши иностранные студенты, которые в связи с угрозой распространения коронавируса вынуждены были остаться в своих странах. Этот опыт позволяет нам быть полностью уверенными, что временный переход на дистанционные технологии обучения позволит нам в полном объеме и с требуемым качеством дать необходимые знания и сформировать требуемые в профессии компетенции. Эпидемия коронавируса продолжает оказывать влияние на жизнь Приморья и его столицы. В частности, в культурной жизни города произошли глобальные изменения. На неопределенный срок закрываются музеи, цирк, отменяются концерты. В случае введения режима ЧАЭС могут остановить работу общественного транспорта, закрыть все предприятия, кроме продуктовых магазинов, экстренных служб и аптек, и ввести запрет на въезд и выезд из города. Добавим, по состоянию на 18 марта в России выявлены 147 случаев заболевания. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.